МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В СМИ появилась информация о том, что за выращивание овощей и фруктов гражданам теперь грозит административное наказание. Так ли это? Расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Пришло время подвести итоги вторника. В студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Участник морской комплексной экспедиции «Четыре моря Арктики» Сергей Кутасов вышел на связь. С минувшую субботу ему удалось дозвониться до родственников со спутникового телефона, принадлежащего сельхозкоперативу «Восход». Мужчина успел сообщить, что находится в избе недалеко от реки Рыбная. После этого пропал сигнал. В воскресенье Сергей Кутасов вновь вышел на связь. Позвонил руководителю экспедиции Валерию Кудрявцеву. Ученый доложил, что не нуждается в медпомощи и намерен продолжить движение по маршруту. Напомню, поиски Сергея Кутасова на полуострове Канин велись больше недели. До этого последний раз он выходил на связь лишь 24 июня. Морская экспедиция «Четыре моря Арктики» организована некоммерческой организацией научно-исследовательский центр «Открытый регион». Цель проекта – инвентаризация фауны острова Вайгач. Государственная Дума приняла законопроект об увлечении госпошлины на документы с электронным носителем информации. Это коснулось заграничного паспорта нового поколения, а также водительского удостоверения. Нововведение связано с ростом затрат из федерального бюджета на предоставление этих госуслуг. Изменения ступят в силу в следующем месяце. Насколько дороже обойдутся новый загранпаспорт и водительские удостоверения, узнаете из следующего сюжета. Увеличение размера госпошлины на получение загранпаспорта распространяется только на документы нового образца. Для взрослого цена возрастет с 3,5 до 5 тысяч рублей. Для ребенка в возрасте до 14 лет – с 1,5 до 2,5 тысяч. Срок действия такого паспорта – 10 лет. При этом, как поясняют в федеральном ведомстве, действие старого паспорта не прекращается. С конца декабря 2015 года упростилась процедура получения второго заграниченного паспорта при наличии первого. То есть сейчас граждане Российской Федерации могут иметь два действующих заграничных паспорта. Но при этом второй обязательно должен быть заграничный паспорт нового поколения с электронным носителем. Также сотрудники поясняют, что если на старый паспорт была оформлена виза, то по истечению срока его действия можно ездить за границу по документу нового поколения или иметь сразу два биометрических паспорта. Например, если вы хотите оформить визы в консульстве, в двух разных консульствах, поэтому можете один туда отправить, другой туда. То есть в одном визе у вас будет для одних стран, в другом для других стран. Также, например, если вы ездили в страны, например, Израиль, и если вы поедете в другую арабскую страну, то многие со штампом Израиля не пускают. Поэтому тоже для удобства. Также еще одно. Если, например, у вас в первом паспорте есть визы действующие, но при этом закончились страницы, где проставляется штамп о пересечении границы, то, соответственно, визы действуют, а можете лететь по другому паспорту. Подать документы на получение загранпаспорта нового поколения можно двумя способами. Либо прийти в отдел миграции, либо оформить заявление через портал Госуслуг. После чего в удобное для человека время его приглашают для фотографирования и снятия отпечатков пальцев. Так как с 2015 года введена дополнительная защита документа. Его первая страница полностью пластиковая. На ней есть микрочип с информацией о владельце, и все данные нанесены специальным лазером. Мы предлагаем проверить виртуальную страничку заграничного паспорта. Если все правильно, человек ставит свою подпись в документах, и уже мы ожидаем получения готовой услуги. Как паспорт к нам поступает, мы оповещаем человека. Старый образец паспорта пока не подорожает, но при этом на документ нового поколения можно получить 30-процентную скидку. Для этого необходимо оплатить госпошлину через портал Госуслуг, что и сделала Анастасия Юркина. У девушки закончился срок действия старого паспорта, и она решила сделать новый, воспользовавшись такой услугой. Так как Анастасия не знала о предстоящем увеличении госпошлины, то была рада, что успела сделать документ по старой цене и с хорошей скидкой. Паспорт сделался очень быстро, я очень осталась довольна тем, что это без очереди, это самое главное. Документы оформлялись в течение 10-15 минут. После этого паспортный столб меня пригласил для оформления документов в удобное для меня время, и паспорт сам готовился в короткий промежуток времени. В прошлом месяце документ нового поколения получили уже 150 человек. В начале июля заявления подали порядка 30 жителей округа. Сотрудники отдела миграции рекомендуют оформлять загранпаспорта своевременно, и если вы собираетесь в путешествие в ближайшее время, то поторопитесь сделать документ по еще действующей стоимости. Олег Итанзейский, Людмила Сидейская, Сергей Качегов, Александр Дуркин, Телеканал Север. Идем далее. В Ненецком округе новый мировой судья второго участка. На эту должность назначили Елену Сухановскую. Кандидатуру утвердили депутаты регионального парламента. Представляя свою коллегу, председатель суда Евгений Мартынов отметил, что она полностью отвечает требованиям, предъявляемым кандидатам на должность мирового судья. За период работы в суде Ненецкого округа приобрела знания в области уголовного, административного и гражданского судопроизводства. Елена Сухановская родилась в 83-м году в Наринмаре. Трудовую деятельность начала в 2002-м в суде Ненецкого округа. Там она прошла путь от специалиста первой категории до помощника заместителя председателя суда. В 2004-м заочно окончила Северный институт предпринимательства по специальности юриспруденция, награждена медалью департамента при Верховном суде Российской Федерации за безупречную службу. Должность мирового судья на участке номер 2 стала вакантной 2 апреля, когда ушла в отставку и Татьяна Шевела. Потребкооперация приступила к завозу продуктов питания в отдаленные населенные пункты Ненецкого округа. В период навигации товары первой необходимости доставят в 16 муниципальных образований, включая острова Вайгач и Колгуев. Традиционно продукты стратегического набора – муку, сахарный песок, растительное масло, макаронные изделия, крупы – в период навигации мы завозим по западным территориям. На востоке округа основной завоз прошел по зимникам. Летом в Харивер и Харуту свежие продукты завозят еженедельно катерами. На запад округа Виндигу, Ому и Нижнюю Пёшу основной завоз стартовал с открытием навигации. Выполнено три рейса. Как отметила председатель потребительского общества Наталья Кордакова, в настоящий момент третье по счету судно, доставляющее продукты в эти три поселения, готовится к разгрузке. Кроме того, контейнеры с товарами народного потребления сейчас идут морем на остров Колгуев. На прилавках Бугрино продукты появятся в ближайшее время. Напомню, Ненецкий Окрпотребсоюз – это социально ответственная система, которая обеспечивает продовольственную безопасность в районах Крайнего Севера, дает людям работу и гарантирует полный соцпакет. В связи с этим наш регион является единственным субъектом в стране, где действует закон о господдержке кооперации. Документ был принят в 2014 году. Другим новостям. Синокосная кампания 2018 в Ненецком округе начнется не раньше 20 июля. Это гораздо позже привычных сроков. Всему виной большая вода. Она затопила луга животноводческих предприятий, сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. Напомню, с подобной проблемой аграрии столкнулись и в минувшем году. Тогда к синокосу приступили только 19 июля. Впрочем, по мнению специалистов, сложившаяся ситуация не должна особо повлиять на результаты кормозаготовительной кампании. В целом, текущим летом местными хозяйственниками планируется заготовить порядка 8,5 тысяч тонн грубых кормов. На сегодняшний день животноводы завершили плановые осмотры техники, и она готова к отправке на луга. Всего сельхозорганизациями и фермам предстоит скосить за сезон около 5000 гектаров естественных и сеянных трав. Добавлю, в прошлом году кампания в регионе завершилась во второй половине сентября. В Ненецком округе, как и по всей России, отметили праздник «День рыбака». Он уже стал профессиональным и проводится ежегодно во второе воскресенье июля. В Наринмаре традиционный турнир состоялся на берегу реки Куя. Рыболовы соревновались за победу в семи номинациях. Также для зрителей и участников работала полевая кухня, а для детей организаторы подготовили интересную игровую программу и конкурсы. Подробности в материале наших коллег. Перед началом турнира организаторы рассказывают о правилах соревнования. Одно из главных – каждый участник может использовать только одну удочку с поплавком, на которой должно быть не более двух крючков. Рыболовы борются за победу в семи номинациях. Первая пойманная рыба, самый большой улов, самая маленькая и самая большая рыба, самый опытный и самый юный рыбак, а также самая удачливая рыбачка. Семья Толстиковых в первый раз принимает участие в турнире. На природу выезжают часто и, конечно, рыбачат. Их маленькая дочь Александра поймала уже две маленьких рыбки, чему очень обрадовалась. Папа одну большую, а мы с мамой двое маленьких. Ага. Ты первый раз на рыбалке? Нет. Я уже столько раз ходила на рыбалку. Надо в течении сидеть. А, чтобы рыбку не спугнуть, да? Да. Тогда она подумает, что человек ее вовит. И она испугается. Чувечка сгрызет и рыбку вьет быстро. Александру Корытову 12. В 6 лет он первый раз взял удочку в руки, и с того времени рыбалка стала его любимым занятием. Александра можно смело назвать опытным рыбаком. В 2016-м, участвуя в этом турнире, он выиграл сразу в нескольких номинациях. Самая длинная цепочка из рыбы, самый большой улов по весу и в рисовании эмблемы рыболовов. По мнению подростка, рыбалка не только хорошее времяпровождение. Является, можно сказать, культурой народа уже. Не только России, но и многих других. И как бы ты это чувствуешь, когда уже рыбачишь. Когда другие рыбачат, и ты знаешь, что это занятие не попросту это делается, а ради какой-то цели. В сегодняшнем турнире соревнуются не только юноши и мужчины, а также очень много девушек и женщин. Татьяна Михайлова рыбачит с самого детства. В таком мероприятии принимает участие во второй раз. В 2011-м в командном зачете из трех человек заняли первое место. Их улов составил 352 рыбы общим весом 14 килограмм. Как признает Татьяна, в таком деле важны не только погодные условия, но и хорошая подкормка для рыбы. В основном кукуруза, червь. А так, просто сей год первый раз использовала ванилин. Ванилин прям в червь посыпала и все. Не знаю, пока, пока вот что-то слабовато. Ветер не тот, северо-запад. Поэтому поклевки не очень. Для зрителей и болельщиков работает выездная кухня. Всех кормят вкусной гречневой кашей. А для детей, подростки из молодой гвардии проводят интересные игры и конкурсы. Жители округа очень активно принимают участие в турнире по рыбной ловле. И с каждым годом праздник отмечается все масштабнее. Конечно, у нас традиционно есть и наши партийцы, которые участвуют традиционно. Традиционно семейные пары принимают участие. Есть действительно, которые борются. И заранее звонили о том, что когда турнир, во сколько начинается. Регламент спрашивали. Поэтому интерес к турниру действительно возрастает. Соревнование длилось на протяжении трех часов. По истечению времени участники представили свой улов на оценку судьям. Жюри взвешивало и измеряло буквально каждую пойманную рыбу. После всей процедуры и подсчета были определены победители. Две номинации «Первая пойманная рыба» и «Самый юный рыбак» достались Владимиру Михайлову. Самая маленькая рыба у Евгения Филипенко. Самым опытным рыбаком в этот раз стал Петр Литков. А самая удачливая рыбачка – Надежда Носова. Три призовых места определили в номинации «Самый большой улов». Анастасиями стали Александр Ребрунов, Александр Чуйков и Юрий Мурадов. В продолжении темы. В Ненецком округе зарегистрированы 18 новых рыбопромысловых участков. Об этом сегодня сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК. Все территории уже прошли процедуру согласования с федеральным профильным ведомством. Треть новых участков расположена в бассейне реки Печора. Это домашний кут на озере Голодная губа, хвост-льто на озере Хвостатая Сапогова, а также Мерьяха под номерами 1, 2, 3 и 4. Еще 9 участков для промышленного рыболовства находятся на иных водных объектах. Это Большое Пятого, Судорма, Сервиты, Косминская, Верхняя Ковалевка и другие. Что касается традиционного рыболовства, то для коренных народов Севера создано 2 новых участка. Это Порчты и Большое Шапкино. Напомню, рыбопромысловые территории формируются по предложениям граждан, индивидуальных предпринимателей, юрлиц, а также на основании заключения северного филиала Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства. С учетом вновь созданных объектов в окружном перечне будет значиться 135 участков для добычи водных биоресурсов. В период летних месяцев, как правило, увеличивается количество велосипедистов на дорогах, а вместе с ними увеличивается и количество велосипедных краж. Одна из причин – халатное отношение владельцев железных коней к своему имуществу. Помните, оставляя двухколесное транспортное средство без присмотра, вы провоцируете злоумышленников на совершение краж. Сотрудники полиции в очередной раз призывают жителей округа бережно относиться к своему имуществу и соблюдать основные правила безопасности. Первый – это, конечно же, единственный гарантированный способ – это не оставлять свой велосипед надолго без присмотра. Но если уже вы его оставили, то обязательно пристегните его противогонным устройством. Желательно, конечно, покупать противогонное устройство – это тросы потолще, потому что тонкие тросы очень легко перекусываются. Пристегивайте свой двухколесный транспорт за колесо и раму. Второе – хорошо, если вы оставляете свой велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть, конечно. Третье – если вы уходите и оставляете свой велосипед, обязательно снимите все быстросъемное оборудование – это велокомпьютер, фонарь. Желательно даже снять седло. Поэтому привлекательность такого велосипеда, разокомплектованного, уже меньше для хулиганов и воров. Для того, чтобы ваш велосипед было проще идентифицировать, сотрудники полиции рекомендуют нанести отличительные метки в труднодоступных местах, о которых будете знать только вы. Также найти похищенный велосипед поможет техпаспорт и фотография двухколесного средства. Россельхознадзор опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что за выращивание картофеля и фруктов для личных нужд с граждан теперь взымается административный штраф. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства. В июне некоторые СМИ писали, что отныне за посадку картофеля и других овощей в личных целях и собственных семян человеку придется заплатить штраф. Таких мер якобы требуют новые изменения в КУАП, согласно которым для посева необходимо использовать только купленные в специальных магазинах клубни и семена. В Россельхознадзоре пояснили, ответственность за продажу некачественного посадочного материала несут только те, кто ведет коммерческую деятельность, продавая семена в нелегальных торговых точках. Физические лица, выращивающие продукты для себя, не попадают под данные правила. И в завершении выпуска в столице региона появится школа КВН. Идею реализует общественная организация «Клуб активного отдыха «Белый лист». На эти цели она получила грант из окружного бюджета. В рамках данного проекта молодежь получит возможность научиться играть в КВН. Под руководством опытных наставников школьники и студенты будут писать юмористические сценарии, изучат основы режиссуры и постановки выступлений. Помимо прочего, в Наринмар приедут и известные участники высшей и премьер-лиги клуба веселых и находчивых, чтобы провести для начинающих КВНщиков мастер-класс и тренинги. Итогом проекта станет экзаменационная игра. Добавлю, открытие заполярной школы КВН запланировано на октябрь 2018 года. Такова была информационная картина дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире.